приветствую вас друзья на своем канале меня зовут яхенур лайф я студент 3 курса государственной консерватории узбекистана я кларнист как вы поняли уже сегодня мы с вами поговорим о цепном дыхании или же а первометном дыхании как говорится как удобно так и называете я уже где-то 3 3 или 4 год пользуюсь цепным дыханием это очень помогает и облегчает игру на кларнете потому что сейчас да и не сейчас просто очень много произведений в которых нужно брать цепное дыхание есть такие моменты там состоящие из 10 из 15 тактов где нужно сыграть без остановки а если остановиться то характер произведения может поменяться то что нежелаемо с нашей стороны конечно поэтому я советую вам использовать цепное дыхание это очень облегчает вашу жизнь и игру в том числе а вообще что такое цепное дыхание цепное дыхание это когда мы выталкиваем воздух выталкиваем или а так отталкиваем без разницы воздух через свои щеки получается и при этом берем дыхание через нос через ног я сейчас вам это покажу ну не обязательно так раздувать щеки но вначале вам придется чуть-чуть раздувать чтобы легче было учить а потом можно не так сильно раздувать итак я вам объясню как делать цепное дыхание во первых первый шаг я постараюсь вам объяснить на самым простом на самом понятном языке и максимально коротко желательно первый шаг который нам нужно делать научиться отталкивать воздух вперед нам это может быть непривычно потому что мы так не делаем у нас через горло проходит воздух через гортань и горло и как бы она сразу передается в инструмент а нам при этом нужно сейчас заблокировать горло вы это сами научитесь можно вначале так закрывать но это тоже дальнейшей перспективе может плохо высказаться и начале можно чуть-чуть сделать но потом научитесь без этого блоки просто без этого блокировать горло так вот для начала мы же не привыкли отталкивать воздух мы будем помогать в руками как вы заметили воздух останавливается правильно звучание останавливается а у вас может быть так что вы сами этого не почувствуя можете подключить горло что звук продолжается вот вот у вас может быть такое вот типа вот сейчас воздух идет из горла или сгорлу неважно не суть главное научиться делать теплое дыхание так вот при этом научитесь заблокировать горло это очень важно вначале просто руками выталкиваете а потом через день или два уже ваши мускулы которые расположены на лице привыкнут к этому и без рук уже можно просто отталкивать воздух при этом обязательно нужно отталкивать воздух в течение двух или трех секунд это очень очень важно мы должны в это время успеть брать дыхание через нос и при этом подключить снова горло я думаю вы поняли первый шаг если не поняли то отмотайте назад и заново посмотрите потом второй шаг после этого как мы научились отталкивать воздух в инструмент такая же концепция во всех инструментах хоть труба тромбон саксофон флейта у них тоже такая же концепция может чуть-чуть расположение амбушюра другое но вам это нужно понять уже потом как делать мы научились делать научились отталкивать воздух а теперь второй шаг за счет этого времени которое мы выиграли мы должны брать воздух через нос и подключить горло как это выглядит попробуйте попробуйте сейчас или завтра но обязательно попробуйте чтобы понять как эта концепция как это все работает это очень обязательно внимательно слушайте мои слова они все очень важны еще я советую для начинающих можно вот так набрать воду в стакан взять вот такую трубочку и попробовать чтобы понять целом концепцию цепного дыхания я делал без стакана сразу на кларнете может кому-то стакан поможет может кто-то сразу на своем инструменте сделает это неважно но при этом я вам покажу сейчас будет первый шаг мы будем отталкивать воздух а теперь без рук и теперь подключим нос и горло попробуйте это не очень сложно это очень я бы не сказал что легко но это и не сложно я надеюсь что моё видео было для вас очень полезно и сейчас пару советов еще касательно цепного дыхания в течение двух-трех минут я не советую делать цепное дыхание больше двух-трех раз потому что это будет плохо сказываться на нашем сердце или там сердечно-сосудистой системы а теперь еще один совет например как вы заметили когда мы играем длинные ноты в тот момент сразу видно что мы делаем цепное дыхание да и вот тон меняется можно иногда вверх иногда внизу ходит а нам это не нужно чтобы от этого избежать я советую брать цепное дыхание когда у нас какие-то квартали секс-толи или там вот это квинтоли в этот момент брать дыхание например вот я сейчас возьму дыхание на длинной ноте вы это заметите а потом возьму при игре при какой-то какой-то пассаж может быть или квартали секс-толи как я сказал вообще в идеале нужно добиться такого отцепного дыхания чтобы при этом аппарат не двигался и чтобы тон не колебался этого тоже можно добиться это не так уж сложно просто нужно тренироваться и работать над собой а а теперь послушайте как это незаметно звучит а 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 видите незаметно я советую вам вот таких местах брать цепное дыхание в общем на этом все советую вам еще раз пересмотреть видео может вы пропустили какой-то интересный факт может вы что-то не заметили поэтому посмотрите еще раз друзья обязательно подпишитесь на мой канал поставьте лайк напишите комментарии что вы думаете о моих советах и какие из них вам помогли мне очень приятно все это читать и согласно ли вы с моими советами я отвечаю на каждый комментарий и буду рад каждому подписчику и каждому лайку это очень важно вам не сложно а мне приятно до новых встреч всего доброго 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 Продолжение следует...